Неудобно по городу передвигаться. Я вот жила в городке всю жизнь. Когда села на коляску, это сразу ощутимо, то что нигде не проехать. Татьяна Трапезникова с ужасом наблюдает за ремонтными работами, которые ведутся на дороге по улице факел социализма. Теперь аллея героев для нее станет недоступной, хотя и находится прямо за домом. Вчера вот приезжали на коляске мои друзья с первого микрорайона, мы увидели то, что тут творится, нам делают новые бордюры по факелу. Она говорит, сказали, что у них такого в первом микрорайоне нет, у них везде съезды. Тут нам сказали, что будет зазор 5-7 сантиметров. Вот обращайтесь, говорит, в администрацию. 5-7 сантиметров я не заеду. Это надо любому человеку даже приподнять ногу, чтобы подняться. Коляска такой не проедет. Мне ребенка надо провожать будет в английскую студию, а сейчас я в факел социализма вообще не перееду. Сейчас по одной из пешеходных дорожек вдоль аллеи героев Татьяна проезжает. Здесь на первом этаже расположены различные магазины, аптеки и даже медицинский центр. Но никуда человек на инвалидной коляске не может попасть. Слишком высокие бордюры и пороги. Даже на рынок у Мадонны не проехать. Тротуар в таком состоянии, что и на двух ногах его пересечь сложно. Неудобно. Многое, что у нас не сделано. В магазинах доступно, но не во всех магазинах двери широкие, например. Или подъем есть, а сам получается как приступочек или порожек. Тоже неудобно. Говорится много о доступной среде, но потихоньку вроде бы делают, но не везде. До недавнего времени Татьяна и из дома не могла выйти. Даже после того, как ей установили пандус, и в принципе можно было хоть каждый день совершать прогулки, делать это было проблематично. Прямо на съезде на дороге были огромные ямы. За восстановление проезжей части Татьяна боролась долго. И около месяца назад ее просьбы были услышаны директором Саратовской ГЭС Людмилой Одинцовой, которая посодействовала с ремонтом дороги. Я с ней переговорила, она в администрации еще раз там напомнила. Буквально месяц назад появилась у меня эта, наконец, дорога, потому что не могла съехать. В этом году только первый раз на улице получилось в мае. Теперь ни луж, ни грязь у нас тут не стоит. Татьяна Трапезникова надеется, что проект ремонта дороги по улице Факелсоциализма и прилегающих к ней внутриквартальных дорог будет пересмотрен пока не поздно, ведь это пешеходная зона для всех балаковцев, независимо от возможности их передвижения.